Здравствуйте! Сегодня мы продолжим наш разговор про политическое воспитание. В прошлых роликах мы остановились с вами на том, что капитализм в окне Авертона в начале 80-х годов перешел в стадию разумная. А сегодня мы увидим, как он перейдет сначала в стадию популярная, а потом в стадию нормы. И первый фильм, который мы разберем, называется «Воры в законе». Марго, а может вымажем опиухи? В другой раз. Мы вчера хорошо поддали. За знакомство. Маргарита. Для вас можно просто Рита. Это наркоманы? Да. Любители поторчать. Что, и вы тоже? А что, в жизни все надо попробовать? Чтоб было, что вспоминать в старости. Ну, это портрет настоящей успешной женщины того времени. Болеесть бундуна, курить сигареты, не прочь вмазаться пивушкой. Ну, а как же иначе? Она считает, что в этой жизни надо попробовать все. Я женюсь на ней. Гранитесь. То, что злая женщина, мечта поэту. Вообще, наркомания в то время заклеснула буквально всю страну. Салутан – это такое лекарство, которое в то время продавалось в аптеке. И при помощи нехитрых химических реакций из него можно было изготовить наркотик, который можно было уколоть себя по вене. А еще был теофедрин, еще был эфедрин. А также наши граждане узнали, что при поедании некоторых таблеток можно получать удовольствие, кайфовать. Это такие таблетки, как тазепан, феназепан, тарен и прочая барбитура. Но у вас, наверное, есть человек, который может посвятить вам стихи? Нет. Он совсем другим делом занимается. Каким? Он обкладывает богачей налогами. Это же ваш лозунг – грабь награбленные. Я не знаю. Ну, простых людей он не трогает. Он только тех, у кого больше миллионов. Ну, такая красивая женщина не может быть одна. И, конечно, ее друг – романтик. Он грабит богатых. Вы знаете, Артур, у меня случилась беда. Украли машину, не знаю, что ей делать. Уже обращался в милицию. А как быть, не знаю. Зря обращался. Гарик! Помоги, парень. Что у тебя? Да украли машину, не знаю, что ей делать. Пошли, пошли. А еще он возвращает людям ворованное и своих мусорам не сдает. Нашли мою машину. А? Спасибо вам. Да ладно. Артур, за то, что эти цеховики пожаловались тебе, Рамзас одного из них подрезал. Он сейчас в больнице, у нее перитонит. Но ему не делают операцию. Боятся. Поехали. Грабит богатых. Возвращает ворованное потерпевшим. Услышав, что друг попал ему в больницу, бросился к нему на помощь. Зашел и, видимо, у него есть какое-то медицинское образование. Сразу же на взгляд определил, что его друга надо резать. Пошел, выложил из своего кармана деньги доктору, чтобы сделал ему операцию. Ну а как же иначе? В этом же совке без денег нормально никто никому никакой операции не мог сделать. И тут до меня, кажется, начало доходить, что этот человек из себя представляет. Правда, этот Робин Гуд отличается от тех, что нам показывали раньше. Сколько вы продали автомобилей? Четыре. Допустим, четыре. Приличная сумма, целое состояние. Осмотрительный. Крали только у тех, кого считали жуликами. Я это сразу догадался. Думаете, на суде скостят годик-два со срок? Где прячь свой капитан? Здесь. А это? Справки, квитанции, документы. Какие еще документы? Где деньги? А это и есть деньги. Вы что, переводили деньги в детские дома? Угу. Насколько вы оставляли себе? Ничего не оставлял. Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек. Только в отличие от Юрия Деточкина, этот Робин Гуд оставляет себе и на приличную квартиру им охватает, и на автомобиль. Ну а как же иначе? Он просто вынужден так поступать. Послушай, Артур, не ты ли с ним дел бармен пистолетом? С чего ты взял? Да потому, что вся зараза в городе тебе. Молодежь пичкаешь наркотиками. Садись. Ты у нас парень хороший, честный. Не в пример, там некоторые у вас. Да вот поэтому у меня с тобой не о чем говорить. Пред судом будешь говорить. За все свои дела ответишь. И за побор сихевиков тоже. Они не станут оглашать тайну своего финансового положения. Поскольку официально они все ведь скромные служащие. Ничего, мы до этих паразитов тоже доберемся. Полезное дело делает для нашего народа. Наоборот, им надо давать работать. Но брать налог с оборота. Как это делается в других странах. Но наше государство не хочет брать налог. И поэтому это делают воры в законе? Не только воры в законе по названию, но и воры, которые эти законы создают. Это 1988 год. СССР еще жив. А с экранов с кинотеатров страны идет прямая пропаганда капитализма. Капитализм переходит в окне Эвертона из стадии разумная в стадию популярная. Помните, мы смотрели интервью с актером, сыгравшим главную роль в фильме «Инспектор ГАИ» Сергеем Никоненко. Я просил вас запомнить один момент. Когда он говорит, что режиссеры этого фильма хотели убить главного героя. Но тогда они как-то на это не решились. Вот этот милиционер, показанный в отрывке этого фильма, это единственный положительный герой, которого в оконцовке убьют. У меня простой вопрос. А для чего кино существует? Это какая-то развлекуха, посмотрел и забыл. Или она рассказывает нам о тех аспектах жизни, которые мы не видим. Или может быть это руководство к действию. А может это и то, и другое, и третье. Все вместе взятое. А в 1991 году на экраны страны выходит другой фильм. Еще до подписания Беловежских соглашений. Фильм называется «ГЕНИ». Режиссер фильма «ГЕНИ» дает понять, что гений это оказывается такой бесплотный дух. Ну и судя по тому, что главного героя в этом фильме несколько раз называют гением, этот бесплотный дух поселился в нем. Ну под такую приятную музыку нам показывают главного героя этого кинофильма. Абдулов высокий такой красавец мужчина. На женщин после 40 это произведет неизгладимое впечатление. Как будто одним глазком посмотрела на концерт Стаса Михайлова. Кто их надыбал-то? Кто-кто? Баб, конечно. Они оптовики. Вон их еще. В Одессе на колонах. А че они рыскают по стране? Скупают лютики-цветочки по 3 копейки за кило. Почем, Флора? 12! О, за штуку, понял. Так что, знаешь, они на эти деньги винишко пьют. Баб наших трахают. Ну а это подельники главного героя обсуждают будущую их жертву. Это спекулянт. И наказать такого просто святое дело. Пересчитывать буду? Ну че сказать, красавцы отжали чемодан бабла у барыги. Ну это дама сердца нашего героя. Не может же такой красавчик быть один. Слушай, тут с тобой такие люди интересуются. В кресле меня сидел, видела? Он овощным на Кировском заведует. Морковкой спекулирует? Да. Это такой мужик. Мне его Танька-сменщица передала, когда в декрет уходила. У него тачка, квартира. А в квартире... Обстановка, электроника, видео. Фокс, двадцатый век. А че ж не посадили-то? А? Чего ты ломаешься-то? Строй-то ты себя козу голдайскую. Он на тебя давно глаз положил. Подайте, стесняйся. Хочешь, я ему твой телефон дам? Люсь, и че он меня прям по телефону трахнет, да? Чем-то мне эта парикмахерша напомнила графиню Курагина у Льва Толстого. Да, конечно, в СССР были случаи, когда браки заключались по расчету. Но в основном, в большинстве случаев, браки заключались по любви. Люди были уверены в том, что они смогут обеспечить себя всем необходимым. А вот в девяностых годах на первое место стало выходить, а есть ли у тебя машина? Есть ли у тебя квартира, забитая заграничной электроникой? И вот это совковое сознание у некоторых людей до сих пор не получается искоренить. Но никак не может дойти до них, что важнее барахла в жизни нету ничего. Это что такое? Ну че случилось-то? Что случилось? Слышь, Люд, она не понимает. Да тут, по крайней мере, на две моих зарплаты. Мы вон с матерью с утра до вечера горбатимся. И то каждые копейки от получки до получки считано. А это... Это с каких же таких доходов? Ну не знаю, я... Ну теперь понятно, откуда у нее такое презрительное отношение к продавцам морковки. Ее родители это тупые совки, которые всю жизнь проработали на заводе за зарплату. И слащие ватрушки в своей жизни ничего не видели. И считаю, что все должны жить точно так же, как живут и они. И слащие в своей жизни. Доброе утро, Алексей Николаевич. Вы досмотрели все до конца? Это не твое собачье дело. Чего ты хочешь? Господи, не расстраивайся уж так. 25 тысяч, и эта видеокассета ваша. Послушай, майор, я тебя помню еще пора от дела. Ты, считай, капитаном был. А ты меня должен знать по обкому партии. Это к делу не относится. А это вторая жертва. Наш герой оказывается не только мошенник, он еще и вымогатель. Но жертва так же не вызывает сочувствие. Потому что это морально разложившийся бывший партийный работник. Сережа, а вы все это купили тоже на собственные деньги? Да? Ну, в общем... Да, все на собственные. Кроме этого и... Этого. А это Сережа свою дурочку к себе в магазин привел. Просто поразительно, как меняется у нее сразу же отношение к продавцу морковки. А это вы, Сережа, все сами заработали? Ну да, конечно, по 16 часов в сутки он вагоны с углем разгружал. Единственное, что он оставил от этих совков, это сейф и красное знамя. Красное знамя, видать, оставил себе в качестве трофея. Сережа, по-моему, вы сумасшедший. А, по-моему, нет. Ну, а вам самому-то деньги не нужны? Почему не нужны? Я же похож на идиот. Что дедушка Ленин говорил? Он говорил, учиться, учиться, еще раз учиться, и тогда у тебя будет много-много денежков. Какой же недалекий был этот Ленин. Учиться и учиться надо было ради денежков, а он этого сообразить не мог. Далеко же ему все-таки до сознания продавца морковки. Я, я тебе лекарство достал. Ох ты, спасибо тебе. Это то, что нужно? Как, мама? Получше, но тебе будет совсем хорошо. Спасибо. Ну, и замечательно. Извини нас. Боже мой, как это мило. Он еще и больной маме друга помогает. Что случилось? Извините. Покупатели вас требуют. Меня? Да. Одну обманет, так вторую обманет. Ишь, какой правительство обманывает. Ваша фирма уже обманывает. Помидора купить невозможно. Бессовестные. Накажите его обязательно. В этой стране жить-то ненавидите. И увидите, не хватает. Папа, что ты служишь? И вся очередь подвердит. Что? У меня? Я все понял. Мои мозги в тесте нахал. Бессовестный. Ах ты. Я все понял. Оператор ты, чертов ты. Вообще. Сейчас разберемся. Жаловаться буду на вас. Да. В кармане у него она. Я тут полчаса стояла. Глядела, как он химический. Ладно, только не надо. Ладно. Я сейчас разберусь. Я разберусь. Подними руки. Руки подними. Руки подними. Ты первый, хорошо обеспеченный, советский безработный. Для него, оказывается, выше справедливости ничего нет. И ради этой справедливости он готов даже наказывать близких ему людей, его подельников, с которыми он совершает преступления. Третья потерпевшая, это Голубок. И такого просто грех не наказать. Здравствуйте. У нас же страна чередей. За табаком очередь, за водкой очередь, за колбасой очередь. Даже к вам очередь. Три года ждут, чтобы сигнализацию поставить, чтобы спать спокойно. Вроде бы менты пришли арестовывать его. А он им объясняет, что существующая в стране власть преступна. И они работают на эту власть. Значит, они сами преступники. И бедный ментам на это нечего возразить. А вот эта техника принадлежит вашему приятелю? Это. Ну, вообще мне не приятель, а техника его. А вот это? Это. А кем вам приходится гражданка Смирнова? Вообще, вы знаете, это не ваше дело. Вы же не полиция нравов. Ну что? А ничего. Если что и было, он все уничтожил. Не понял. А кассеты? Кассеты? Кассет целых три. Только записи на них все стерты. Ну куда же этим тупым ментам до этого гения? Не наш, шеф? Не наш, шеф? Да. Что это? Это авторские свидетельства. После института я работал в одном смешном НИИ. Видите, лучшего применения им не нашлось. Зато вот у главного героя с каждым разом открываются все новые и новые и лучшие качества. Сережа, почему тебе не заняться бы чем-нибудь другим? Ну чем, например? Да не знаю, создал бы СП, ты же жутко талантливый. Ох, нет. С нашим государством нельзя играть в азартные игры. У него вся карта крапленая. Все равно будешь в тураках. Тогда уехал бы в Америку. Там такие головы, ох, как нужно. Он ненавидит эту савдеповскую систему, в которой он живет. Он считает ее преступной. Вор, мошенник и вымогатель. Который любит простых граждан. А для чего он ворует-то, интересно? А ворует он в первую очередь ради себя любимого. В этом фильме нет ни одного положительного героя. Я еще раз напомню, это 91-й год, СССР еще не развалился. И везде мы видим сплошная пропаганда капитализма. Правда, некоторые режиссеры в то время все-таки показывали, чем все это дело закончится. Ну, вот и у вас на земле. Как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть? Ну, это на глаз. Дикари! Если у меня немножко к отцу есть, я имею право носить желтые штаны. И передо мной к отцах должен не один, а два раза приседать. Если у меня много к отца есть, я имею право носить малиновые штаны. И передо мной и подцах должен два раза приседать. И чекланин ку делать. Ну, это был язык из опа. Советскому человеку и в голову не приходило, что его начнут как-то классифицировать. Конечно, не будут классифицировать, потому носит он красные или желтые штаны. Начнут классифицировать по-другому. Ездишь ли ты на Гелендвагене, есть ли у тебя дворец где-то за городом? Ну, что там винить простых граждан? Актеры, которые играли в этом фильме главные роли, и то не понимали, про что они снимают этот фильм. Прочитал сценарий и тут же согласился. Хотя ничего не понял. Мы ничего не понимали, что мы играем. Абсолютно. Людям надо доносить информацию на более простом языке. Поправишь? Присаживайся. Ну, что бы, что, ну, пятно посадил. А завтра выступать будем. Вот этот вот алкоголик и деревенский дурачок открыл свой бизнес в деревне у себя. Платный туалет. И после этого начал кататься, как сыр в масле. И, конечно, после этого стало всем уже сразу же понятно, что при капитализме только дурачки могут жить плохо. Либо дурачки, либо лентяи. Ну, и, конечно, Леня Гайдай в то время тоже не подкачал. Мне от Брайтон-Бич до Дерибасовской Через океан подать рукой Между Брайтон-Бич и Дерибасовской Разницы нет вовсе никакой Рай земной козел какой-то выдумал Здесь и там один и тот же бал Эти козлы, которые раз земной выдумали Это Ленин, Сталин и Карл Маркс Намек абсолютно понятен Фильм про бизнесмена Фомуи На Дерибасовской хорошая погода Вышли в 1993 году До расстрела Белого дома Как видим, пропаганда Работала на полную катушку, чтобы перевести Капитализм и стадия разумная Стадия популярная И после этого оставалось только толкнуть Этот колосс на глиняных ногах Чтобы он рассыпался А кто же в то время находился в Верховном Совете СССР? Что там были за люди? Наталья Петровна Бехтелева Автор 110 научных работ Доктор медицинских наук Директор Института экспериментальной медицины Избрана депутатом Верховного Совета СССР Пришла такая разнарядка Что нужно женщину Определенного возраста Научного работника со званиями Я подошла под эти критерии Лично я к этому не имела никакого отношения Был момент такой, когда развесили по всему городу мои фотографии Тогда так было с выборами Для того, чтобы люди все-таки так видели, хоть кого они выбирают Абсолютно по всему городу Вот куда ни посмотришь, везде были мои портреты На Верховном Совете было так Мы сидели И там мне очень понравилась одна женщина Она сельскохозяйственная рабочая Которая говорила Уж как я не хотела, чтобы меня выбирали Уж как я не хотела Я говорю, а почему? Ну там было кое-что ей интересное Она говорит, а вдруг живот заболит? Что вот мы сидели, как привязаны И мы слушали выступления И, естественно, все выступления одобряли Наталья Петровна Бехтерева была одним из крупнейших специалистов В области изучения мозга Ученой с мировым именем И как она сказала только что сейчас сама Депутатом Верховного Совета ее сделали по разнарядке Она там что-то сидела, хлопала, заголосовала Решала судьбы людей миллионов И не понимала, за что она голосует И за кому она там хлопает А ее подружка, такой же депутат Которая сидела рядом с ней Думала только о том Как если у нее прихватит живот Чтобы она успела добежать до туалета Но я их ни в коем случае не обвиняю У нас 90% граждан, если не больше Не имели никакого политического воспитания И не разбирались, что происходит вообще в стране Я как-то слушал выступление Ельца На заседании Верховного Совета Где он объявил, что у нас отменили Смертную казнь за экономические преступления И такой был возглас, восторг у всех Такой был шум, праздник такой Я даже удивился, думаю, а в чем такая радость-то? Я-то не понимал, что вот так будут Брать, воровать у народа, как сейчас берут и воруют Миллиардами Ну, лично я, Михаила Васильевича Попова Считаю одним из ведущих специалистов В области марксизма и ленинизма И одним из лучших пропагандистов Но, как видим, даже он в то время Не все сразу же понимал Что, собственно говоря, происходит Итак, мы с вами увидели, что окно Эвертона работает И при помощи этой теории Разрушили СССР Но, просто одной пропаганды Этого было бы недостаточно Необходимо было убрать диктатуру пролетариата Чтобы простые граждане не могли влиять никак на свое руководство А затем навести бардак в производстве При этом не забывая подкармливать граждан какими-то высшими идеями О коммунизме и обо всем остальном прочем Но в то же время простые граждане видят, что У начальства этот коммунизм уже давно наступил И по неволе они приходят к мысли Что жить надо как начальство Для себя Да, германская армия доселе непобедимая Здесь, кажется, надорвала свой пуп Но борьба на этом не кончена Англия и Америка Всегда будут на стороне России? Не А почему? Да потому что после окончания войны И после победы России Запад не даст распространиться К коммунизму по всей Европе Эта война закончится в Берлине А для этого Красная Армия должна пройти будет почти пол Европы А там не только ваши сторонники И неизвестно еще Какая идеология победит Есть только одна идеология у всех людей Человек хочет жить и жрать Причем жить как можно дольше А жрать как можно слаще А ты вся идеология Для всех стран и народов Почему же тогда наши солдаты идут в бой Не щадя своих жизней? В тылу женщины и дети стоят по 20 часов у станка А крестьяне отдают фронту все До последнего зерна, до последней нитки Обыкновенный коммунистический фанатизм Вы так воспитали людей Но как человека не воспитывай Остается один нестареющий вечный закон Своя рубашка ближе к телу И мы сделаем так, чтобы эта рубашка к телу намертво приросла Вот, окончится война Все как-то трясется, успокоится Тогда и начнется настоящая борьба За нами идеологическая машина всего остального мира Да и многие из твоих соотечественников будут Я не думаю, чтобы вы нашли много желающих помощников Мы найдем Нет, мы их воспитаем Мы их наделаем столько, сколько нам нужно Деньги сделают все В основе рабовладельческого, феодального, буржуазного строя Лежит одно простое человеческое качество Человек хочет вкусно жрать и долго жить Жрать как можно слаще и жить как можно дольше И он придумывает различные идеологии, чтобы оправдать Эту свою шикарную жизнь Почему он живет так хорошо, а остальные живут так плохо И мало того, что он придумывает эту идеологию Он старается навязать эту идеологию всем окружающим Потому что только это может помочь спасти ему свое награбленное барахло Говорят, что СССР еще развалили американцев Что был какой-то план Даллеса Никакого плана Даллеса не было Была директива Совета национальной безопасности США От 18 августа 1948 года Меморандум 20.1 Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Представляет собой аналитический документ О долгосрочных целях политики США в отношении СССР Согласно рассекреченному и опубликованному тексту меморандума Основные задачи американской политики делились на Военные, на случай войны и победы над СССР И мирные, при отсутствии войны Сталин, Ленин, они прекрасно понимали Что их враг не какой-то отдельный буржуй А их враг это полностью целиком капитал И либо вы победите капитал, либо капитал победит вас Они бы никогда не пошли на то, чтобы уменьшать мощь своей страны Они наращивали бы ее до полной победы коммунизма А как вы можете победить своего врага, если этот враг сильнее вас? А существует только один способ подружиться с вашим врагом И привить ему те ценности, которые есть у вас Что своя рубашка ближе к телу, золотой телец Деньги для вас самое главное А станок по печатанию этих денег, долларов, находится у нас И когда вы эти ценности станут для вас важнее всего Вы по-любому придете и обратитесь к нам А когда вы обратитесь к нам, все, вы будете у нас в кармане Если есть на свете дьявол, то он дракон о трех головах И головы эти Хитрость, жадность, предательство Если одна прикусит человека, то Две другие доедят его до тла Все, что надо было делать американцам Это показывать дипломатам, актерам, режиссерам Которые выезжали за границу Какая там прекрасная жизнь Что если бы они жили там, они бы получали зарплату на порядок больше Чем они получают в СССР А зная это человеческое качество Что человек хочет вкусно жрать и долго жить Можно было не сомневаться, что Одна из голов этого трехглавого дракона Кого-нибудь из них да прикусит И этих людей не надо было вербовать Свои разведчики Можно было не сомневаться, что кто-то из них приедет сюда И начнет действовать в интересах капитала Добиться коренных изменений в теории и практике международных отношений Которых придерживается правительство Находящееся у власти в России Ну что у нас по сравнению с социализмом Сейчас коренные изменения произошли в отношениях Следующее А. Россия не должна быть настолько сильна В военном отношении, чтобы угрожать соседям Б. Должна предоставить широкую автономию национальным меньшинствам В. Должна экономически зависеть от внешнего мира Г. Не должна устанавливать нового железного занавеса И так как мы видим все, что планировал капитал У него все получилось И виноват в этом не какой-то отдельный капиталист И не какая-то страна Виноват в этом треуглавый дракон Который сидит в каждом человеке Хитрость, жадность и предательство Мы об этом с вами уже говорили Об этом писали все наши русские классики И Лев Толстой, и Чехов И Гоголь Возьмите этого его персонажа Плюшкина О котором Гоголь описывает Потихонечку, понемножечку Эта жадность она его сожрала Возьмите Шекспира того же Кто не хочет читать, посмотрите старые советские фильмы Гамлета Что там происходит? Там мама ради сохранения своей власти Согласилась на то, чтобы убили ее родного сына Возьмите, посмотрите король Лир Что там было? Там две дочки Листили своему отцу И врали ему в глаза Ради того, чтобы получить наследство А потом, когда они получили это наследство Они пнули отца своего на улицу Им стало все равно до него Они всю жизнь убивали своих родственников Из-за этой алчности и жадности И так мы с вами докопались до сути Мы поняли по каким причинам Был разрушенный СССР И какие методы при этом применялись А теперь давайте ответим себе на вопрос Если мы знаем, что существовала некая система И знаем, что эту систему разрушили Знаем ошибки этой системы Знаем, как ее разрушали Можем ли мы, используя эти же методы Разрушить другую систему И построить новую Более совершенную Учитывая ошибки предыдущей Но на эту тему мы поговорим в следующий раз Все?